добрый день всем привет с вами маша каганович я маркетолог компании western beat в этом видео мне хотелось бы рассказать поподробнее о том что происходит в америке и показать вам различные ниши и товары в которых повышенный сейчас спрос в американском обществе чтобы мы не говорили но 60 70 процентов всех продаж на ebay и на etsy идет именно в соединенные штаты поэтому очень важно понимать тенденцию на рынке что происходит залезть в голову американскому покупателю и увидеть что он думает что он делает потому что я не знаю вы наверное увидели падение продаж на различных площадках мы наблюдали это вот прошлую неделю люди предпочитают сейчас покупать товары первой необходимости наверное как и везде в мире то есть продукты туалетную бумагу там запасаются и так далее на черный день а во-вторых это связано с тем что очень сильно упал рынок ценных бумаг то есть люди перекладывают деньги там в облигации государственные но более 50 процентов американцев имеют вложение в рынке ценных бумаг и сейчас они потеряли огромное количество денег то есть понятно они не хотят покупать какие-то дорогие вещи которых нет необходимости в третьих из-за изоляции в обществе очень сильно упала потребность а в каких-то товаров для больших мероприятий какие-то украшения для дома или тарелки или красивая одежда или ну понятно то есть все что связано с тем что люди ходят в ресторан устраивают какие-то вечеринки устраивают какие-то большие события свадьбы и так далее сейчас это количество очень сильно уменьшилась понятное дело что нам не до коллекции да не до жиру быть бы живым в данный момент также люди беспокоятся о завтрашнем дне в плане своей работы и достатка многие американцы живут как что называется from paycheck to paycheck то есть от зарплаты к зарплате ну как многие люди в мире дети не ходят в школу и многие люди вынуждены работать либо из дома либо они вообще боятся что в ближайшее время не потеряют свою работу потому что как долго авиалинии могут стоять незадействованы как долго рестораны могут стоять закрытыми она как долго гостиницы могут выдержать спортивные организации арены я не знаю кинотеатры но общем все места где собираются люди и где люди тратят деньги как долго могут продержаться эти компании то есть да это большой вопрос но может быть крупные компании могут продержаться дольше мелкие компании меньше конечно государство сейчас работает и выделяет средства на помощь людям то есть мы предполагаем что люди будут получать какую-то компенсацию и если они должны сидеть дома на больничном или если у них сидят дома дети они должны быть с ними то есть государство в принципе должно выплачивать компенсацию но пока все эти вещи прорабатываются у людей есть конечно множество беспокойств и поэтому стоит предположить что онлайн-продажи так как и все продажи кроме там каких-то очень важных необходимых вещей для дома все эти вещи конечно же упали если брать в пример китай который только что будем надеяться пережил главную так сказать волну то розничная торговля в да и упала на 20 процентов и онлайн торговлю упала на 3 процента то есть в принципе не так катастрофично да наша область в которой мы работаем в страны виды вы наши продавцы по идее не должна упасть катастрофически более того на рынке сейчас открываются все больше и больше новых ниш и новых запросов да в связи вот с реальностью в которой мы находимся которую мне хотелось бы вот именно это осветить если вы можете быстро переключиться на какие-то новые ниши вот именно об этом и будет сегодняшнее видео еще очень важную деталь я хочу сказать что раньше я показывала вам вещи которые ну как бы у меня были какие-то доказательства того что они в спросе то есть количество запросов вовлечения аудитории на данный момент у меня нет такой статистики то есть все что я вам рассказываю это чисто мои личные предсказания то как я вижу ситуацию и вижу рынок поэтому пожалуйста если я где-то ошибаюсь пожалуйста не судите строго я реально вы вношу эти товары к вашему рассмотрению на основе того что я вижу происходит в американской культуре и на американском рынке итак поехали давайте начнем с такой интересной темы как изготовление различных вирусов из керамики вышитые или даже стеклянные это была тема большой контроверсии на etsy можно ли выставлять такие товары насколько я понимаю люди их выставляют потому что товары они могут быть просто образовательные интересные и на них может быть какой-то спрос огромная проблема с покупкой туалетной бумаги могу вам сказать что не смогла ее купить магазине уже несколько недель и нет короче большая проблема с туалетной бумагой в некоторых магазинах она все еще имеется говорят что и раскупают очень быстро в общем люди пытаются найти какие-то альтернативы туалетной бумаги я совершенно не шучу вот такой же как называется по-английски sinkhole spray attachment то что можно приделать своей раковине и так сказать превратить свою раковину в беде даже кроме шуток продаются вот такие вот washable toilet paper которые можно потом забросить стиральную машину верите или нет но такие вещи пользуются сейчас спросом на рынке ну а также конечно очень много сопутствующих товаров потому что вот этот рулон туалетной бумаги он практически на данный момент стал символом пандемии поэтому очень интересная тенденция люди выпускают как вы видите разные прикольные вещи сережки значки со знаками туалетной бумаги я пережил пандемию или вот такой вот брелочек you never know what you have till it's gone ты не знаешь что у тебя есть до тех пор пока ты это не потеряешь тоже туалетная бумага теперь самая главная тема это то что мы сидим дома и наши дети не ходят в школу это конечно окладывает определенные осложнения на нашу жизнь и многие люди начинают учиться из дома детей нужно как-то занимать образовывать организовывать правильно значит а для этого существует они раньше были очень популярны но сейчас я думаю что не будут еще более популярны это вот эти черт чарт это такие таблички которые помогают спланировать день когда мы делаем уроки когда мы чистим зубы когда мы рисуем когда мы занимаемся уроками да то есть вот все эти вещи они могут быть персонализированы я думаю будут востребованы значит детьми нужно заниматься спортом мы сидим дома или мы выходим вот здесь на улицу просто у нас во дворе значит какие-то вещи которые связаны со спортом именно дома как вы видите здесь на фотографиях различные вещи которых дети могут заниматься которых они будут уставать смотрите я мама да у меня трое детей и мои дети не ходят в школу я должна подумать чем будут заниматься мои дети не будут же они целыми днями сидеть у компьютера там у телевизора играть в эти компьютерные игры и учиться только смотря на экран поэтому вот такого рода вещи подумайте что еще вы могли бы предложить вот из этой категории home exercise with kids смотрите если вы сидите дома и вы занимаетесь каким-то рукоделием вяжите шьете вышиваете сейчас этим делом хотят заниматься множество других людей они не хотят покупать уже изготовленные вещи потому что мы сидим дома нам нужно чем-то заняться чем-то интересным люди наверное будут заинтересованы в том чтобы купить какие-то наборы для детей для взрослых я специально здесь привела три примера рукоделия это все и это шитье хорошей это вязание needlework это вышивание то есть разные вещи которые например вышивать по номерам или собирать каких-то зверюшек или обязать какие-то может быть даже простые вещи для начинающих шапочки шарфы да очень простые вещи но все это может быть больше востребовано той же серии это искусство это рисовать по номерам также очень последнее время популярны разные книжки разукрашивание картинок для взрослых это очень успокаивает занимает много времени если мы сидим дома у нас очень много свободного времени то вот всеми этими проектами и разными вещами для детей с детьми сами по себе мы можем этим заниматься для мальчиков в основном ну хотя может быть и для девочек тоже различные наборы для собирания машинок домов все что угодно из дерева различные игрушки и образовательные проекты то есть тоже я думаю будут пользоваться большим спросом в ближайшие месяцы смотрите не все люди живут в квартирах больших городах в лос-анджелесе в нью-йорке да люди живут в квартирах но большинство одноэтажная америка у нас есть двор и многие люди раньше не использовали его теперь мне кажется больше людей будет думать о том чтобы выйти на свежий воздух со своими детьми мы же не можем пойти куда-то в другое место даже на площадку нельзя вывести детей поэтому может быть мы будем больше заниматься садовым хозяйством будем делать грядки и смотрите сколько здесь всяческих вещей сапоги и перчатки и лейки и грабли разные сумки и для детей наборы много чего может быть востребовано на рынке мои любимые две вещи того что делать дома семьей это играть в карты несколько дней назад обнаружила что у нас нет ни одной полной колоды карт куча колод карт на ни одной нет полный почему-то все потеряны и карты можно играть столько разных игр на играть долгое время и никто не устает я думаю что это будет более более популярно а также вещи которые но очень скучные долгие это большие пазлы там на тысячу кусочков всех игрушек и домашних игр я бы выбрала вот эти две карты и большие пазл также в наше время есть разные игры там как видите крестики нолики с туалетной бумагой the cure это лечение болезни и также разные другие игры там связаны с пандемией но в принципе сюда могут входить любые разные домашние настольные игры board games давайте не будем обходить стороной религию и молитву потому что в данном случае я думаю что больше и больше людей будут молиться о здоровье своей семьи здоровье своих близких есть множество различных вещей которые могут быть полезны людям в этом люди есть разных вероисповеданий поэтому подумайте о том какие религиозные атрибуты для разных религий для разных людей могут быть в данном случае полезны и помочь людям пережить это очень трудно и для нас испытания еще я хочу показать вам вот такие вот слова которые может быть можно использовать в качестве своих тегов или слов до для поиска это что делать дома вот to do at home lock down это карантин да когда мы все сидим дома вот do with kids что делать с детьми homeschool это учение дома board at home скучно дома things to do at home вещи которые делать дома best board games ну и так далее вот такого рода слова может быть их можно сейчас все больше и больше использовать ваших тегах заголовках для того чтобы помочь увеличить ваши продажи ну и последнее я хочу закончить на доброй и хорошей ноте американцы очень доброжелательный и благотворительный народ очень много людей дает деньги на благотворительность и не только деньги сейчас все больше и больше людей помогает своим близким знакомым и своим соседям если пожилые люди не могут выйти в магазин повышенный риск люди с ограниченными возможностями которые не могут пойти в магазин да они могут купить вещи какой-то первой необходимости понимаете то есть вы поймите что если туалетной бумаги нет в магазине то ее в принципе нигде нет да или там в россии не знаю украине гречку скупают в америке тоже практически многие из этих товаров уже раскуплены так вот вот такие вот коробочки которые люди ставят у себя во дворе называется little free pantry это маленький шкаф до бесплатных товаров продуктов которые могут взять просто соседи или люди которые проезжают на машине если им это нужно такие домики такие коробочки ну я не знаю если вы можете подумать о каких-то других вещах в этом направлении которые могут раскрыть нашу самую лучшую сторону благотворительности оказание помощи друг другу или а может быть что то вы сами можете сделать чтобы помочь другим людям пережить это очень тяжелое для нас всех время я надеюсь что это видео было полезно интересно для вас пожалуйста комментируйте подписывайтесь на наш канал и регистрируйтесь на сайте westernbit.com большое спасибо за внимание всем пока спасибо за субтитры сделал DimaTorzok